Добрый день, дорогие читатели! 13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц парикмахера. В день парикмахера проходят конкурсы и соревнования на звание лучшего специалиста, самого креативного мастера. В школах парикмахеров проводятся мастер-классы, семинары и конференции, где известные мастера делятся своим опытом. В салонах красоты в этот день организуются акции и вводятся скидки для клиентов. Для персонала устраиваются корпоративы. Руководство вручает премии и подарки отличившимся сотрудникам. Центральная же городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова. В этот неофициальный праздник предлагают познакомиться с изданиями по парикмахерскому искусству, имеющимися в фонде. А в завершении мероприятия посмотреть мастер-класс по сушке волос от Елены Мальцевой, топ-мастера по реконструкции волос, одного из лучших салонов красоты города Архангельска. В наше время, наверное, каждый человек прибегает к помощи парикмахера в надежде на то, что он на основе своих знаний и требований современной моды, профессионального опыта и личного вкуса создаст изящную прическу. Именно поэтому профессию парикмахера должны выбирать люди с творческой натурой и достаточно развитым эстетическим вкусом. Быстрая смена моды в прическах активизирует парикмахеров на изучение причесок прошлых эпох. Недаром говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Представляем вашему вниманию книгу Ирины Серомятниковой, которая поможет в разработке современных моделей причесок, облегчит творческий поиск. Автор книги рассказывает о прическах всех исторических эпох, с древнейших времен до наших дней. Вы узнаете, как причесывались красавицы Аспия и Клеопатра, какие прически были модны при французском дворе в 18 веке и какие направления превалировали в начале 21 века. Ирина Сергеевна в своем творении не ставила задачу рассказать о всех прическах, а выделила самые типичные для каждой эпохи. Вторая книга может быть полезна как начинающим парикмахерам, так и мастерам-профессионалам, а также всем тем, кто интересуется современными направлениями в парикмахерском деле. В книге Людмилы Гутыря приведены сведения об истории развития прически, информация о материаловедении, санитарии, гигиене, аппаратуре и инструментах, парикмахерском оборудовании. Рассмотрены основные подготовительные операции, мытье головы, стрижка, укладка, окрашивание, завивка волос, моделирование причесок, изложенные основы постижерного дела. Также в фонде Ломоносовки имеются две книги Руслана Татьянина, знаменитого стилиста, работающего со звездами кино и шоу-бизнеса. В книге Лучшие прически на все случаи жизни автор делится своими секретами по созданию причесок из длинных волос на все случаи жизни. Для свадьбы, вечеринки, выпускного бала на каждый день. Оказывается, необычную стильную прическу можно создать самой, если следовать пошаговым инструкциям профессионала. Эту книгу Руслан посвятил своей маме, которая с детства была для него идеалом красоты. В ее жизни, жизни простого советского инженера, было не так много праздников, и он хотел своей работой исправить это. Вторая его книга предназначена для родителей детей от 3 до 10 лет. Это подробное руководство по созданию праздничного образа для девочек, мальчиков, мам и пап с помощью прически, макияжа, грима к самым любимым праздникам, новому году, дню рождения, хэллоуину, первому балу. Вот лишь некоторые из них. Волшебница Винкс, белоснежка, русалочка Ариэль, принцессы и королевы, бэтмен, кощей бессмертный, петрушка, вампир. Для мам Марлин Монро, лесная фея, гейша, женщина-кошка. Для пап Дед Мороз, граф Дракула, вошь короснокожих, Джокер. В книге представлен удивительный анималистический грим. Тигренок, щенок, котенок, зайчик, рысь, леопард. 49 праздничных и сказочных образов для детей и 10 для взрослых. По шаговой иллюстрации, подробное описание действий, с помощью этой красивой книги вы устроите незабываемый праздник для всей семьи. Посещение салона перед каждым особым случаем может оказаться дорогим и отнимающим время удовольствием. Почему бы самим не создать великолепную прическу дома? Вы не только сэкономите на походе к стилисту, но и уложите волосы тогда, когда это удобно вам, а не ему. В книге ведущего стилиста мирового класса Дэвиса Байтона «Великолепные волосы. Прически на все случаи жизни» вы познакомитесь с вариантами причесок для любых типов волос и подходящих для самых разных случаев. Вы увидите варианты для длинных и коротких, для вьющихся и прямых волос. Если вам нравится наращивать волосы и использовать аксессуары, вы научитесь делать и такие прически. Для любого события вы сумеете подобрать подходящее убранство волос. Элегантные прически уместны на свадьбах и официальных приемах. Менее строгими творениями вы поразите гостей на дружеской вечеринке с танцами. Вы освоите технику создания беззаботных косичек, романтических локонов, экзотических кудрей и легкой волны. Просто выберите прическу, подходящую к предстоящему событию. Нет, не так. Сделайте прическу и превратите ее в событие. Черпайте в книге вдохновение, рассматривая роскошные фотографии. Познакомьтесь с 62 вариантами стильных причесок. От моделей с шиньонами до неожиданных вариантов с изысканными локонами. А теперь обратите внимание на полное руководство по прическам из кос на все случаи жизни и для торжественных мероприятий и на каждый день. Для женщин, девушек и маленьких девочек. Из книги Елены Живилковой «Стильные косы и косички, не выходя из дома» вы узнаете, как заплести простые и сложные косы, как уложить их в элегантные или авангардные прически. Пошаговые инструкции, советы по уходу за длинными волосами благодаря этой книге вы всегда и в будни, и в празднике будете выглядеть великолепно. Косички – это не атрибут девочек, а удивительно многогранный способ укладки волос, который никогда не выходит из моды. Книга рассматривает как классическое плетение из трех предей, так и изысканные косы, короны, французские косички, африканские косички. Представленные в книге прически подходят и детям, и взрослым женщинам. Очень надеемся, что представленные книжные издания по парикмахерскому делу вас заинтересовали. Их можно взять на дом в часы работы Ломоносовской библиотеки. Ну а сейчас предлагаем вам посмотреть мастер-класс о специалиста своего дела Елены Мальцевой. Елена является мастером по реконструкции волос. Совсем недавно она вошла в топ 50 лучших мастеров России и СНГ и получила свой первый кубок в номинации «Кератиновое выпрямление». Елена Александровна расскажет немного о структуре волоса. Покажет, как правильно сушить волосы феном, чтобы им не навредить. Всем здравствуйте! Я Мальцева Елена, топ-мастер по реконструкции волос. Вошла в топ 50 мастеров в России и СНГ в номинации «Кератиновое выпрямление» в замечательной премии «Кератин ХР Работс». Сегодня я вам расскажу, как правильно сушить волосы феном, потому что зачастую в блоке бывают грубые ошибки. Сейчас расскажу по-быстренькому, из чего состоит наш волос. Приступим. Наш волос состоит из 1% – это пигмент, 6% – это липиды, 15% – это влага-вода и остальное 80% – это кератин-белок. Поэтому всегда сушим волосы феном, чтобы оставалась молекулярная влага в волосе, чтобы не было пересушенных волос, чтобы волосы не тускнили и так далее. Если сушить волосы естественным способом, то вся влага уйдет в воздух. Нам надо, чтобы молекулярная влага как можно больше попадала в волос, чтобы он был тюргий, гладкий, эластичный и так далее. Некоторые пытаются досухо вытрать волосы полотенцем. Таким образом вы получаете еще и механические повреждения. Поэтому перед сушкой феном обязательно используем новую костяновую термозащиту. Оставляем ее на волосах примерно на 5-7 минут, чтобы пленочка покрыла волос как можно больше и защищала вас дополнительно. И сушим волосы феном по направлению сверху вниз. Можете посмотреть следующее видео. Сегодня я покажу, как правильно сушить голову, потому что зачастую бывают нарушения и грубые ошибки. Ни в коем случае не терем голову полотенцем, просто промахиваем, убираем лишнюю влагу. Затем обязательно наносим термозащиту. Термозащиту можно выдержать на волосах минут 5-7, чтобы она побольше впиталась волос. И равномерно распределилась по волосам, чтобы создалась плотная толстая пленочка. Дополнительная защита для волоса. Начинаем сушить с лишней затылочной зоны, чтобы не пересушить височные. И чтобы у нас на нижней височной, на нижней затылочной все просушилось на 100%. Поэтому расселяем голову на гряди. Двери сушные и затылочные. И начинаем сушить сверху вниз по направлению роста волоса. Височный зон сушим точно так же по направлению сверху вниз. Когда мы засушили голову на 100%, если осталась небольшая мышца, то можно ее убить по помощи. Расчесаем волосы. И наша прическа готова. И желаю вам всем красивых волос. Сотрудники Ломоносовки присоединяются к словам Елены. Желают, чтобы у каждого были здоровые и красивые волосы. И, пользуясь случаем, приглашают всех в студию Валентины Кичигины, где как раз и трудится Мальцева Елена. Студия предлагает ряд услуг. Кератиновое выпрямление, ботокс волос, нанопластика, холодное восстановление, окрашивание и многое другое. Дружная команда профессионалов ждет вас по адресу Торговый центр «Гудзон», улица Тимми, дом 2, корпус 5, 3 этаж. На этой ноте мы завершаем наше мероприятие. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok